господа с вами денис и канал китайчик сегодня мы распакуем такой вот 23 долларовый tv box player android tv box player приставку которая якобы может проигрывать видео 4к ультра hd имеет четыре ядра их встроенной памяти и собственно может предоставить комфортное использование просмотр видео в основном и также некоторые мультимедиа функции то бишь игрушки прослушивание музыки и серфинг интернета с помощью вашего телевизора и собственно вот этой приставки модель а 95 x r1 р1 ревизия 1 наверное а вот это tv box питается все это чудо блока питания 5 вольт 2 ампера который естественно в комплекте имеет 5 портов это питание hdmi аудио видео через разъем миниджек которого здесь нет через джек обычный которого здесь нет разъем lan и разъем спидив пульт в комплекте и hdmi кабель в комплекте и у меня больше всего радует инструкция вижу на такая здесь толстая прям жирная прям столько страниц и прям все понятно как не пользоваться шутнички шутнички кстати также с торца имеет еще два разъема usb и слот под micro sd карту основными критериями данного плеера было то что заявлено в нем видео 4к resolution и вот это вот мне наверное больше всего интересно можем кстати включить режим мышки и выбрать наш 4к вот появилась мышка пошла загрузка ролика в принципе видео воспроизводится и даже без практически без слава ну если мы начнем включим меню да плеер очень сложно с этим справляется да вот уже слайды начинается начинается заикание когда мы начинаем водить мышкой при 4к фпс падает но в принципе если без всего без дополнительных каких-либо манипуляций видео в принципе воспроизводится по сути можно считать правдой что данная приставка может работать на 4к видео она активна горит синий светодиод в принципе управляется все с этого пульта господа до управление вот эта вот штукой этим пультом очень не удобно поэтому рекомендую приобрести сразу данные приставки клавиатуру но это все-таки возможно значит мы можем с этого меню зайти в настройки и мы попадаем в меню собственно самой приставки самих настроек android здесь android 6 стоит насколько я помню об устройстве давайте глянем нет все-таки версия 5.1.1 но я думаю ее можно уже обновить так как китайцы я думаю уже выпустили на нее новую версию значит первым что стоит сделать так это зайти в меню сеть нажать wi-fi и подключиться к сети у меня уже подключено все тогда вы сможете ощутить все прелести данной приставки которая поддерживает и wi-fi соединения и lan соединения дальше можно пройтись по всем настройкам настройки экрана калибровка еще больше каких-то настроек вплоть до спящего режима за установки заставки подключение беспроводного монитора и так далее системные звуки могут даже позвонить на телевизор приложение можете удалять приложение и смотреть все что у вас установлено хранилище и сброс понятно сброс на дефолт так настройки даты и времени языка кстати немаловажный пункт это пункт настройки клавиатуры которую вы сможете подключить к данной приставке я также хочу подключить уже прям не могу и вы кстати можете использовать ваш телефон в виде клавиатуры к данной приставки я думаю это можно реализовать мы с этим еще нас а еще настройки мы попадаем стандартную менюшку обыкновенного смартфона на базе android 5.1 и в принципе даже это планшета о планшете мы видим что это не просто телефон это даже планшет по сути все основное стандартной настройки пользователей приложение usb кстати usb поддерживает до двух флешек и одной sd карты очень удобно так язык страна безопасности ограничения больше по сути ничего интересного в стоке стандартно идут вот эти вот приложения даже установлено место локации киев украина и собственно по этим данным она берет погоду которую также виджеты все что мы можете поставить на телефон и на планшет в принципе будет здесь это очень удобно и всего лишь за каких-то 23 доллара вы сможете это получить и апгрейдануть свой старый телевизор но если в нем есть hdmi если в нем даже нет hdmi вы можете купить переходник в принципе это полезный мод который сможет сравнять ваш телевизор со смарт тв по функционалу за небольшие деньги особенно учитывая то что сейчас цены на смарт тв очень велики какие-то дополнительные менюшки типа клинера все все стандартно как на android планшетах и телефонах в общем неплохое устройство которое как мы видим поддерживает воспроизведение видео 4k также кстати господа здесь есть функция и вариант браузера можно спокойно серфить интернет и заходить на ваши любимые сайты пару кликов также а он даже smart smart youtube тиви мы можем выбрать с помощью нашей с помощью нашей мышки культа можем туда перейти что-то подтупливает видимо переход с браузера туго дается здесь также есть вкладка аддоны и приложения и в принципе вы без проблем сюда сможете догрузить все свои любимые приложения и установить их да и пользоваться рекомендую все таки брать версию с двумя гигами так как это немного подтупливает и ей нужна очистка памяти кстати я думаю в принципе достойный плеер подписывайтесь на мой канал всем спасибо за внимание пока пока с вами был денис гиг и канал китайчик и и кстати если у вас провайдер предоставляет вместе с интернетом айпи тиви вы без проблем сможете настроить его с помощью любой программы тиви хост или айпи тиви вот допустим меня уже я прописал адрес всего лишь юрл у меня провайдер радиосистемы и они предоставляют телевидение то есть айпишное и без проблем она воспроизводится какой провайдер собственно такое такие и каналы видикон рада в общем вот так вот господам вы никогда не пропустите новое видео если подпишитесь на мой канал а также включите оповещение о новых более интересных видео всем пока